Огромную известность этой молодой актрисе принес видеоклип группы «Ленинград» под названием «Экспонат», а расширил ее рамки сериал «Вы все меня бесите», где она сыграла одну из главных ролей. Родилась Юлия в 1991 году в Ленинграде. Окончив школу, девушка решила поступить в театральный вуз, и, не намереваясь уезжать из родного города, остановилась на Лгитмик, а когда его окончила в 2014 году, то была принята в труппу театра «Клоунады» «Лицедей», где играет и сейчас. Юлия не только обладала отличным чувством юмора, но и оказалась прекрасной комедийной актрисой. Правда, хотя она начала сниматься еще в студенческие годы, и после окончания вуза принимала участие в юмористическом шоу «Комеди Батл», но все никак не могла выделиться и стать узнаваемой. Но, как ни странно, первую известность ей принесли не фильмы, а видеоклипы. Это случилось в 2016 году, когда она снялась сначала в одном клипе группы «Ленинград. Экспонат», а затем еще в двух «Сиськи» и «Кольщик». Но, все же, настоящую звезду из актрисы сделал именно юмористический клип «Экспонат». Правда, актрисе пришлось выдержать на кастинге борьбу с двумя сотнями претенденток, а потом, когда ее утвердили на роль еще и поправиться на два килограмма, чтобы соответствовать требуемому образу, тем не менее, ей удалось исправиться со всеми задачами, и блестяще сыграть свою роль. И, несмотря на то, что Юлия не сомневалась в том, что клип, который создавался и снимался под руководством Сергея Шнурова будет иметь успех, но то, что он мгновенно завоюет многомиллионную аудиторию и станет пользоваться бешеной популярностью, даже не предполагала. Вот так, в одночасье, мало кому известная актриса стала знаменитой, и пусть это был проект, который сам Шнуров назвал «бессмысленным и беспощадным русским народным гламуром», тем не менее, он принес актрисе долгожданную узнаваемость и известность. Как оказалось, на девушку обратили внимание не только зрители, но и режиссеры. Ей предложили сняться в комедийном сериале «Вы все меня бесите», причем, в одной из главных ролей. Успех этого проекта мгновенно отразился и на популярности Топольницкой. Она поднялась еще на одну ступень карьерной лестницы, продолжая теперь активно пополнять свою фильмографию новыми фильмами и сериалами, которая уже выросла до 17 проектов. И 2018 год показал, что актриса продолжает успешно двигаться вперед. Это четырехсерийная мелодрама «Не слово о любви», где Юлия сыграла ключевую роль, и комедийный сериал «Улетный экипаж», которые уже вышли на экраны, а также два проекта, находящиеся пока в производстве «Улетный экипаж 2», и комедия «Высокие каблуки», где Юлия снова предстанет перед зрителями в образе главной героини. Кстати, запомнившийся зрителям образ «модной девушки» на лабутенах сыграл с актрисой плохую шутку, так как многие ее стали ассоциировать с этой героиней, хотя в реальной жизни актриса выглядит совершенно иначе, она практически не пользуется косметикой, не гонится за модой и предпочитает спортивный стиль и в одежде, и в обуви. Топольницкая и о личной жизни старается не распространяться, поэтому, когда поползли слухи о том, что у нее роман с Игорем Чеховым, резидентом Comedy Club, она их обходила молчанием, и только после того, как летом 2016 года отгремела свадьба, она выложила фото с торжества на своих страницах в соцсетях. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?